Здравствуйте дорогие друзья! Начнем с чудес. Мы знаем хорошие чудеса, знакомы с ними, когда героя вытаскивают из петли в последний момент, или когда после удачно проведенной операции слепой становится зрячим, или коллега бросает костыри, начинает отбивать чечетку. Мы все это знаем, но это лишь одна сторона медали. В целом, в целом чудо это наглядное свидетельство того, что Бог изменил естественный порядок вещей, что по его воле произошло событие, противоречащее законам логики и природы. Причем такое вмешательство может быть не только в лучшую, но и в худшую, к сожалению, в сторону. Обратите внимание, мало кто знает, в нашей утренней молитве в Шахарите есть такие слова. Благословен ты Господь, Бог, Владыка Вселенной, создающий свет и творящий тьму, устанавливающий мир и творящий все. Эти слова вообще произнесены пророком Ишаягу, но у него сказано не все, у него сказано, нет, здесь вот смотрите, у него сказано УВРЭ РА, то есть творящий плохое, а у нас ЭДКОЛЬ. Почему РА заменили на АКОЛЬ? Потому что в этом мире и хорошее и плохое Бог совершает ради нашего блага. Просто мы не в состоянии понятия, органически не можем испытывать благодарность Творцу, когда мы страдаем, когда нам плохо. Поэтому, чтобы сбежать неискренности в молитве, слово РА плохое заменили на нейтральное и творящий все. Но факт остается факт, а вы плохое и хорошее, все исходит от Бога, ничего случайного в этом мире не существует. Когда приходит там предродная катастрофа, наводнения, землетрясения, когда рушат создания без всякой причины, это значит, что Бог наказывает людей, не открываясь им. Он использует материальный мир, природу, как своих посланников. Это инструменты его кары. Другими словами, он не хочет вступать с нами в прямой контакт еще со временем разрушения храма. И что происходит? Но мы должны понимать, когда происходят совершенно невероятные вещи, когда мир постигают логически необъяснимое несчастье, это дает нам основание утверждать, что кара происходит непосредственно от Бога. И на этот раз он не прикрывается своими, так сказать, естественными стихиями. Когда один из самых цивилизованных народов Европы стал вдруг в одночастие бандой безжалостных убийц, ну и ясно видим, что что-то здесь от Бога. Когда мы видим, когда весь мир вдруг осуждает там единственную демократическую реальную страну Израиль, которая окружена абсолютными террористами. И это сверхъестественно, это чудо со знаком минус. Вернемся к нашей недельной главе. Есть такой вопрос очень, вот мы знаем с вами, которые говорили, и дал Бог перед нами хорошее и плохое, выбери зло и добро, благословение или проклятие, выбери. Сказано, и увидел Всевышний все, что он сотворил, что это все очень хорошо. На самом деле мы видим, что все недалеко хорошо. В мире вокруг нас много зла, и даже в нашей душе, наряду с добрыми наклонностями, присутствуют дурные, связанные с животным началом. То, что Тора называет хорошо, это доброе побуждение человека. Очень хорошо, очень хорошо. Это как раз указывает на дурные наклонности нашей души. И тем не менее, вместе, вот как бы, может получиться даже очень хорошо, при условии, что нам удастся подчинить свои животные инстинкты и подавить в себе вот это иногда прорывающиеся в нас зверя. Тогда вся жизненная сила оказывается подчиненной добру, в конечном итоге будет двойной эффект удвоения. То же самое происходит с нашей верой в Бога. Мы слышим о Боге, мы говорили уже вчера, да, наши нас учат там, но это слуховое восприятие. Наша цель состоит в том, что в течение всей жизни наша вера в Создателя укрепилась не только слухом, но и зрением. Так человек пытается что-то объяснить человеку, говорит, ты видишь, что я имел ввиду? Это выражение не означает видеть глазами, оно употребляется в тех случаях, когда речь идет о настолько очевидных вещах, да, что мы можем постичь их своим умом, увидеть, как говорят мысленно, да. Человек должен стараться постичь, что мир до такой степени, что он видел, что рука Всевышнего направляет и его дела, и весь мир. Один из способов добиться этого – проанализировать историю своей жизни на протяжении многих лет, с детства по сегодняшний день. И сделав это, человек поймет, что Бог шаг за шагом вел его по жизни. Он увидит направляющую руку Всевышнего, и ему не надо слепо полагаться на Бога, он прозреет. Он поймет, что у мира есть хозяин. Смотри, я ставлю сегодня перед вами благословение или проклятие, сказано в нашей недельной главе. И вот Раби Акоин в своей книге «Авад Давид» написал, что Маше Рабейну не зря подчеркнул слово «сегодня». «Сегодня я ставлю перед собой». Это учит нас тому, что человек способен измениться абсолютно каждый день и перейти с пути проклятия на путь благословения. Давайте подумаем об этом и выберем путь благословения. Брахава Ацлахам.